Здравствуйте! Эфир телеканала СКАД продолжает новости СТВ. В студии Екатерина Алексеева. Жители региона должны носить маски в такси, на парковках и в лифтах. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, в котором прописаны новые ограничения из-за коронавирусной инфекции. Одним из пунктов является масочный режим, который жители Самарской области должны соблюдать по правилам Роспотребнадзора. Все они прописаны в документе главного санитарного врача России. Лица, находящиеся на территории России, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах, сообщается в постановлении. Уточняется, что местами массового скопления людей, где вводится обязательный масочный режим, считается пространство, где одновременно находится более 50 человек. Вакцинация от коронавируса в России может начаться до конца этого года. Антидоты поступили уже во все регионы страны. Оба зарегистрированных отечественных препарата и вакцины Новосибирского центра «Вектор» и центра имени Гамалея работают эффективно. Сейчас главное наладить промышленное производство вакцин. Поэтому Россия открыта для сотрудничества с зарубежными партнерами. Плюс 170 зараженных. В Самарской области продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. 48 пациентов выявили в Самаре. 14 в Пестравском районе, 11 в Тольятти, 9 в Кенеле, 8 в Нефтегорском районе, по 7 в Новокуйбышевске и Сызрани. 6 заболевших в Отрадном и Кенель-Черкасском районе, по 5 в Большечерниговском, Кенельском и Сергиевском районах, по 4 в Похвестнево, Большеглушицком и Похвестневском районах, по 3 в Жигулевске, Чапаевске, Богатовском, Елховском и Хворостянском районах, по 2 в Безинчукском, Ставропольском, Шенталинском и Шигонском районах. И по одному в Алексеевском, и Соклинском, Сызранском и Челнавершинском районах. Больше всего пациентов с небольничной пневмонией и ОРВИ – это 126 человек. 18 контактировали с ранее заболевшими. Еще 26 ковид переносит бессимптомно. Таким образом, с начала пандемии в регионе зафиксировали 15 795 случаев заражения коронавируса. Большинство выздоровели и выписаны. Это 13 267 человек. Увеличилось и число жертв до 273 человек. За последние сутки с новой инфекцией не смогли справиться еще 6 наших земляков. Три женщины 67, 73 и 77 лет. И трое мужчин 66, 68 и 90 лет. Все они страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дефициты медикаментов не ожидается. Об этом заявили специалисты Самарской областной фармацевтической ассоциации. Они побывали в аптеках Тольятти. Поставки лекарств дистрибьюторами проводятся регулярно. Закупают аптеки небольшими партиями специально, чтобы товар не залеживался. Периодическую нехватку медикаментов специалисты объясняют желанием жителей запастись впрок. Но делать этого, по их словам, не следует. Специалисты отмечают, в случае, если какие-то препараты заканчиваются, то провизор принимает заявку. И в кратчайшие сроки лекарства доставляются в аптеку. В определенный дефицит, конечно, мы наблюдаем. Но если говорить о том, что вам непосредственно лекарства понадобились, то вы всегда по городу Тольятти найти сможете. То есть нет такого, что на данном этапе нигде в аптеках этого препарата нет. Поставки идут. Небольшими партиями, но идут. Если бы наши с вами горожане не закупали препаратов впрок, у нас бы мы работали в нормальном штатном режиме. В Самарской области стартовал второй этап прививочной кампании. Завезли более полумиллиона доз взрослой вакцины. А чуть ранее порядка 200 единиц детской. Всего в области планируют привить более 60% населения. Ольга Стройкова прививку от гриппа делает каждый год. Говорит, это лучший способ защитить свой организм. Женщина признается после вакцинации, чувствует себя защищенной. Я прививаюсь каждый год. И если заболеваю, то либо в легкой форме переболею без осложнений, или же вообще не заболеваю. Прививочная кампания в Самарской области стартовала в сентябре. Сейчас в регионе начался второй этап. Завезли еще более полумиллиона доз взрослой вакцины. А чуть ранее порядка 200 единиц детской. Прививка у нас сейчас идет в СОВИ-гриф. Она трехвалентная. Там H1N1, H2N3 и B. То есть каждый год ВОЗ дают свою рекомендацию, какие будут штаммы, какие вирусы. То есть прививка создается каждый год. В данном случае вот эта СОВИ-гриф, она у нас была уже в сентябре. Она приехала, сейчас привезли. То есть она переносится очень хорошо, очень легко. После самой прививки возможно небольшое повышение температуры и першение в горле. Специалисты уверяют, это нормальная реакция организма. Медики отмечают инфицирование гриппом и новой коронавирусной инфекцией. Увеличивает риск обострения хронических заболеваний и тяжелых осложнений. Защитный иммунитет от прививки поможет этих последствий избежать. Сейчас перед нами стоит задача в кратчайшие сроки закончить второй этап вакцинации. В связи с чем мы обращаемся к населению, прийти в лечебное учреждение. Мы готовы сотрудничать с работодателями и в удобное для работающего населения время организовать по специальным графикам прививочную кампанию. Получить вакцину от гриппа можно в поликлинике по месту жительства ежедневно, в том числе и в выходные. Всего планируют привить более 60% всего населения региона. Вот, смотрите, как мы смываем. Вода набирается, медленно уходит. Итак, две недели жалуются Лилия Акифьева. Управляющие компании только обещают приехать, говорит женщина. А между тем проблема только усугубляется. Обещают каждый день подъехать. Так и нет никаких. Потом я подъезжала в саму ЖЭО. Мне начальник ЖЭО сказал, платите, тогда приедем, вам прочистим. Он сказал, что выезжаем. А, первые два вызова у нас бесплатно, а третий вызов уже платно. Хотя мы вызвали вообще первый раз. Дома у нас находятся маленькие дети. Удобств вообще никаких нету получается. Ни в туалет сходить, ни искупаться. Также ребенка не помыть, ничего, не умыться толком. Даже поесть, приготовить не можем. Из-за того, что у нас все поднимается. Что в ванной комнате, что в туалетной комнате. Не менее удручающая картина и в подвале. По словам жильцов, здесь не так давно меняли трубы. Правда, отремонтировали не все. Оттого и такой потоп, говорят люди. Впрочем, и здесь коммунальщики обещали все исправить. Но пока никаких действий. У нас, конечно, всегда проблемы с нашим домом. Куда мы не обращались, мы и раньше до этого обращались. Но все как-то пропускали нас сквозь пальцев. Потому что то отопление у нас, задержка всегда в самую последнюю очередь. То вот с этими трубами. Дома больше 50 лет. А капремонта здесь никогда не было, сетуют жильцы. Люди уже не знают, куда обращаться, чтобы наконец решить все эти проблемы. Екатерина Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ. И в продолжение коммунальной темы. Во дворе грязь, темнота и огромная яма. Уже третий месяц в таких условиях вынуждены находиться жители четвертого дома по улице Победы. Вот так. Буквально преодолевая полосу препятствий, жители вынуждены пробираться к своему дому. В начале августа во дворе начались работы по замене теплотрассы. Трубы вроде бы поменяли, но на этом все остановилось. Вот так и живем. Или с коляской пройти, или пожилой человек вечером идет. Вот от четвертого подъезда до первого света нет совсем. В темное время суток здесь абсолютно ничего не видно, говорят жители. Ограждения не подсвечиваются. В итоге к вечеру дорога домой становится еще более опасной. Я звонила в различные инстанции, меня отправляли по разным адресам. Последний ответ, который я получила, да, эта яма перекрывает доступ к пожарным, она перекрывает доступ для скорой помощи, но, да, к фонарю подъехать невозможно, но вам придется потерпеть еще какое-то время. Вот такой был финальный ответ. Что нам делать все это время? То есть здесь мокро, грязно, ничего не видно, опасно. Вон ограждение стоит, практически его нет, то есть очень хлипкое, около подъезда. Ну вот на это никто не реагирует. Реакция такая была. Во время дождя двор залит грязью, которую приходится нести в подъезд и в квартиры. Ответ, когда же территорию приведут в порядок, никто дать не может. Если люди взяли себе, подрядчики взяли себе такой объем работы, люди-то где? Вот эти люди, вот два человека мотаются вот на весь этот массив, и больше никого нет. Я говорю, ну хоть что-нибудь-то, ведь надо двигаться, надо что-нибудь делать-то. Пора бы уж все это дело засыпать, чтобы мы могли передвигаться здесь, что-то сделать. Жители надеются, что у подрядчиков все же найдется время и ресурсы, чтобы довести дело до конца. Не за горами морозы, а еще нужно асфальтировать пешеходные дорожки и внутридворовый проезд. Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ. Розыск вандалов в Самаре, нетрезвый гонщик в Тольятти и ДТП с пострадавшими в Ставропольском районе. Подробнее об этом в обзоре происшествий. Два человека пострадали в результате ДТП в Ставропольском районе. Авария произошла около трех часов дня на автодороге Тольятти-Хрящевка. По данным ГИБДД, при повороте налево через сплошную 70-летний мужчина водитель Нивы не пропустил встречную легковушку. Столкновения избежать не удалось. В результате аварии пострадали двое пассажиров обоих автомобилей. Крупный штраф и арест на 10 суток грозят 27-летнему жителю Тольятти, который сел за руль предположительно в состоянии опьянения. Белую иномарку ночью инспектора ДПС попытались остановить на бульваре Туполева. Требования полицейских водитель проигнорировал и нажал на газ. В ходе погони он несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения. В какой-то момент нарушитель не справился с управлением и машину занесло на газон. Через несколько минут ее удалось остановить. От прохождения медосвидетельствования задержанный отказался. Как выяснилось, позже он не имеет водительских прав. В Самаре полицейские разыскивают двух молодых людей, подозреваемых в порче имущества. По данным правоохранителей, 3 октября около 11 вечера двое парней с помощью баллончиков с краской нанесли надписи на информационный стенд, расположенный на пересечении улиц Ленинградской и Куйбышева. Лица злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Всем, кому известны личности этих людей, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции. Пятница. Самое время задуматься, как провести ближайшие два дня. Чтобы не ломать голову, специально для вас культурная программа полная интересных событий. В нашей рубрике «Афиша». Слово моему коллеге Павлу Баймакову. Впереди очередные осенние выходные. И вот какая культурная программа ожидает жителей и гостей города в ближайшие дни. В эти субботу и воскресенье Самарский драматический театр имени Горького приглашает на премьеру постановки «10 негритят» по одноименному роману Агаты Кристи. Это один из лучших детективных сюжетов, что может произойти с 10 абсолютно незнакомыми людьми, оказавшимися запертыми на острове. Тайны, подозрения и пронизывающий страх. Добро пожаловать в таинственный и манящий мир Агаты Кристи. Произведения автора стали одними из самых публикуемых за всю историю человечества. Режиссер постановки Михаил Лебедев. 1 ноября в Самарском академическом театре оперы и балета зрители смогут насладиться оперой Евгений Онегин. Опера Петра Чайковского по одноименному роману Александра Пушкина – одна из самых исполняемых и любимых во всем мире русских опер. Из романа Чайковский взял лишь то, что было связано с душевным миром и судьбами пушкинских героев, назвав свое произведение лирическими сценами. Это печальная история о людях, прошедших мимо своего счастья и своей судьбы. Мировая премьера оперы состоялась в марте 1879 года. Дирижер-постановщик, заслуженный деятель искусств России, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Анисимов. Режиссер-постановщик и сценограф, заслуженный деятель искусств России, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Владимир Петров. А любителей творчества «Битлз» ждут в Центре кинематографии художественной. Там проходит выставка, посвященная 60-летию группы. История легендарной «Ливерпульской четверки» отображена в портретах и фотографиях музыкантах, а также сувенирах, посвященных им. Оглушительный успех к британским музыкантам пришел в 60-х годах прошлого века. Начав с подражания американским рок-исполнителям, очень скоро «Битлз» пришли к собственному стилю, заставив рок-н-ролл звучать по-новому. Легендарные «Желтая» «Субмарина» и «Естодей» буквально покорили мир. В этом году группе исполнено с ровно 60 лет, но ее творчество актуально и по сей день. Вход на выставку бесплатный. Во время культурного досуга не забывайте и о своем здоровье. Больше времени проводите на свежем воздухе и берегите себя. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программу можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Смотрите и читайте наши новости в группе ВКонтакте. На ваших экранах QR-код. Сканируйте в его камеры приложения ВКонтакте. Мы с вами обращаемся. Всего доброго. До встречи.